Ясновидящий Чудила широкого профиля Знаменитый шарлат... эээ... шаман Мой прапрадед еще был мах Прадед ведьмах, дед завмах Отец чумах По паспорту я Иван Петрович с бойной аристократической фамилией Семизуй Подкопытный Очень приятно Но вы зовите меня просто Светлоликий Фуфлазар Это древнее имя Означает кристально честный Я такой Демонстрирую сразу свои способности Вот О, женщина Вижу вас Как вас зовут, милые? Марина Я так и знал Совпадение какое Вы, Мариночка, ничего не говорите Я сейчас все скажу Я угадаю По волнам вашим угадываю Вы пришли на юмористический концерт Угадал? Ну Вы пришли с мужем, со своим или с чужим Угадал? Нет? В следующий раз Мужчины Кто пришел с женой? Вот вы Хотите? Угадаю Как зовут вашу жену Вы мысленно повторяйте ее имя Имя Повторяйте Я запеленгую Давайте, давайте Оксана Угадал? Нет? Женщина Вы меня слышите? Ваш муж думает про какую-то Оксану СМЕХ СМЕХ Ну Ага Вот так вот СМЕХ Я, между прочим, вижу будущее Хотите, скажу, что будет завтра, а? Завтра будет воскресенье СМЕХ Прогноз на завтра Днем будет светло, ночью темно СМЕХ А вот вас лично Ожидает повышение Повышение давления Мы ж про погоду говорим Женщина Вы меня пугаете Ой Я вижу на вас порчу Сильная какая порча Ой, как у вас карма-то обвисла СМЕХ Приходите за кулисы Я все сниму СМЕХ 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 Недавно, кстати, объявление дал в газету Так они гады запятую поставили Получилось СМЕХ 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 Забеременеть по скайпу СМЕХ 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 Однажды вызывал духов я СМЕХ Разделся до гола Съел три мухомора СМЕХ Запил литром хреновухи СМЕХ СМЕХ И тоже стукнули мне в бубен СМЕХ СМЕХ Недавно приходила ко мне женщина Я посмотрел на нее и сразу угадал Скоро родишь Представляете, она через неделю родила СМЕХ Вот какое чудо происходит у меня Да Однажды я прошел сквозь стену Помогал женщине, прямо у нее дома Вернуть ушедшего из дома мужа Так сильно помогал, что этот муж сразу вернулся СМЕХ Очень не вовремя СМЕХ А на мне из одежды только пучок зверобоя Понимаешь? СМЕХ И так он мне врезал, что я сквозь стену прошел СМЕХ Вот так вот прошел и все Ну так мне показалось Я ясновидящий фуфлозар Правый глаз плюс пятнадцать, левый минус двадцать пять СМЕХ Недавно открылся третий глаз Не скажу где СМЕХ Пошел участвовать в битве экстрасенсов Ох, какая была битва Мммм Мне так врезали в третий глаз Я две недели сидеть не мог СМЕХ Там мне дали фотографию какого-то мужика Скажи, что с этим человеком Я говорю, я все вижу, мне ясно Этот человек сфотографировался СМЕХ Вы не поняли, где сейчас находит этот человек Я говорю, этот человек, я все вижу, находится на фотографии СМЕХ СМЕХ Слышь ты, чудила Скажи про этого мужика Про его будущее Что ему светит Я говорю, ему светит вспышка фотоаппарата СМЕХ Я Мак Куфлазар СМЕХ Сниму порчу по пин-коду вашей кредитки СМЕХ Пришла ко мне женщина У моего мужа подагра, радикулит, еще куча болезней Помогите, пожалуйста Я ей сказал, возьмите четыре куриных пупка СМЕХ Сушеный глаз суринамской жабы И пучок зверобоя СМЕХ И положите это все любимому в борщ СМЕХ Она все это сделала И теперь мужа ничего это не беспокоит У него ни подагра, ни радикулита Царство ему небесное СМЕХ СМЕХ Один мужик приходил Я ему точно сразу сказал Вы отец двух детей Он говорит, ошибаетесь Какой же вы маг? Я отец четверых детей Я ему сказал сразу Нет, это вы ошибаетесь СМЕХ На другого посмотрел, даже испугался, ей-богу Ужас просто Я даже не знал, что ему сказать Потом сказал Ваша жена умрет через два дня Он говорит, это я без вас знаю Вы мне главное скажите, меня поймаете или нет? СМЕХ 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 Слушайте, ко мне обращаются и звезды тоже Один кучерявый такой пришел Шевелюра вот так вот Целая копна СМЕХ 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 Ну я взял три мухомора Жир престарелого носорога взял СМЕХ 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 И втер ему в голову В голову СМЕХ СМЕХ Результат превзошел все ожидания Перхоть его не беспокоит СМЕХ Как его звали? Я все вспомнить не могу А, Дмитрий Нагиев! СМЕХ СМЕХ Женщина, хотите скажу, с кем спит ваш муж? СМЕХ Нет, дорогая моя, не только с вами Ваш муж каждую ночь спит с подушкой СМЕХ 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 А вот вы хотите бесплатный совет? СМЕХ Нет! Правильно! С вас две пятьсот! СМЕХ СМЕХ Ладно, это все три пачества, главное СМЕХ Рассказываю, как провести обряд для привлечения денег СМЕХ Ночью разденьтесь до гола СМЕХ Возьмите три пиявки И присосите их к ягодице СМЕХ СМЕХ Ползайте по коридору и повторяйте СМЕХ Колдуй, баба, колдуй, дед Йоксель-моксель-блиндомет Муси-пуси-тибидо Баба сеяла горох СМЕХ Хей, ла-ла-лей, дай мне бабки поскорее СМЕХ А на рассвете одевайтесь Хватит ерундой заниматься И дуйте на работу И каждый месяц Десятого и двадцать пятого У вас будут деньги СМЕХ Ну а пока денег нет, вы держитесь СМЕХ В колдовской книжке я еще один обряд прочитал Этот потрясающий обряд Для привлечения денег Надо взять четыре свиных копыта И ночью поехать на кладбище Разложить копыта квадратиком На траве И при полной луне Нарвать пучок зверобоя СМЕХ Ну я купил в магазине копыта Взял такси Поехал на кладбище Подъехали Спрашиваю водителя Как вас зовут Он сказал Кондратий Я ему говорил Кондратушка Подожди меня у забора Я быстро сейчас Я проник полночь на кладбище Разложил копыта квадратиком Нарвал пучок зверобоя обязательно И тут у меня из кармана ключи выпали Я главное ползаю по траве Ищу ключи И вдруг сзади голос Далеко собрался Я оборачиваюсь Сторож стоит с лопатой Я говорю Мужик У меня проблемы Понимаешь Я домой попасть не могу Он говорит Ты уже дома Сейчас Говорит Квартирку твою отыщем Я говорю Мужик Я уже ухожу Ты только мне помоги Копыта найти Он говорит Какие еще копыта Я говорю Я тут где-то копыта отбросил Он говорит Тут все отбросились СМЕХ 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 Мужик Ты меня не понял Я копыта найду И домой пойду СМЕХ СМЕХ Меня у забора Кондратий ждет СМЕХ 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 Он как заорет По кладбищу гуляй А за забор не пущу СМЕХ СМЕХ И стрять мне лопатой по башке СМЕХ Да Жизнь у нас У магов Не сахар Рассказывают В одном банке На одного мага Сделали приворот даже И теперь он Двадцать лет подряд Каждый месяц Как сам нам было Приходит к ним В банк И отдает им деньги Отдает прямо Ипотека называет СМЕХ СМЕХ Ну а сейчас Групповой сеанс терапии Все глубоко вдохнули И выдохнули И вы у телевизора То же самое делаете Посмотрите в зале Кто есть На своего соседа справа Улыбнитесь ему Теперь посмотрите На вашего соседа слева Поцелуйте его СМЕХ Женщины, ну что вы морщите Ну и что, что мужик незнакомый Поцелуйте, будет знакомый СМЕХ После моего сеанса У вас возникнет Мощная аура И вы будете Улыбаться Обращайтесь Друзья Каждый раз Выступая Неважно в каком концерте Я люблю видеть лица Я люблю видеть Когда люди улыбаются Хотя честно скажу Многие мои коллеги Просят иногда Зрительный зал Затемнить Чтоб никого не видеть И с другой стороны Это техника безопасности Потому что, знаете Ты в настроении смотришь И нарываешься На такое лицо Понимаешь Недавно у меня мужик Сидел на первом ряду Знаешь, смотрит И с подлобью на меня Ни одна лампочка не горит Понимаешь Я на него весь концерт работал На него Старался его развеселить Он бровью не повел Ну и я Захожу уже в гримерную Расстроился Все Заходит этот мужик Встал так молча Смотрит на меня Не мигая Я говорю А что вам еще здесь надо, мужчина? Вы мне на концерте Я говорю Настроение испортили? Геннадий Я без автографа не уйду Я ваш фанат Я говорю Вы что, юрничаете что ли? Я на вас смотрел Вы за весь концерт Ни разу не улыбнулись Он говорит Что вы? Я полтора часа хохотал Внутренним хохотом Вот так Придет Зрительный зал Который внутренним хохотом хохочет Да? А женщины ведут себя по другому Женщина это Ну это Это другая планета Недавно у меня на одном концерте Дама хохотала Громче всех Правда Не вовремя Все смеются Потом я что-то рассказываю Она одна И так раз десять Я говорю Женщина Ну приятно, что вы смеетесь Концерт юмористический Ну немножко не вовремя Геннадий Не обращайте внимания Сижу свое Вспоминаю Друзья, я хочу предложить вам новую миниатюру На тему того, что меня в последнее время улыбнуло и улыбает Я в соцсетях смотрю такой условный микросериал В котором молодой парень лет 17-18 ходит по городу И неважно по какому С видеокамерой и микрофоном И задает вопросы молодежи и подросткам Старшеклассникам в основном Да, выпускникам школ На общеобразовательные темы Вот он отловил одного Такого шкалера Говорит Ты свободен сегодня? Он говорит Да я вообще свободен по жизни, что надо? Он говорит Ответь на вопрос не думай Он говорит Легко Как звали отца Александра Сергеевича Пушкина? Он говорит Ну нифига себе, когда это было? Кто помнит Два века назад Ты что такие вопросы задаешь? Он говорит Ты внимательно вопрос послушай Как звали отца Александра Сергеевича Пушкина? Варианты ответов есть? Это называется Привет ЕГЭ Он говорит, ну есть Александр, Ганнибал, Курмамбек и Виталик Он говорит, ну всяк А не Курмамбек и не Виталик Ганнибал Ты уверен? Говорит, уверен? Что же я в школе не учился? Отловил он на улице такую модную девчулю Фланирует такая фря из себя вся Он говорит, могла бы сразу назвать Самое теплое атлантическое течение И она Гольфстринги Ну одно дело, когда так отвечают на улице Другое дело, когда так же отвечают на экзамены Девочка учится на врача-ветеринара Вытащила билет Ее потряхивает немножко Профессор говорит, ну зря волнуетесь Ну хороший же вопрос Внутреннее строение свиньи Она говорит, это вам ха-ха-ха-ха-хороший Там этой свиньи внутри столько намешано-напутано Вообще не вспомнить Профессор, ну я учила Намекнитесь, с чего мне начать с простенького Намекнитесь, с чего начать с простенького Намекиваю Начните со слепой кишки Она говорит, да ладно У нее что, есть кишки зрячие? И вы знаете, со стороны может показаться, да Что это подсадки Актеры специально для шоу, да, работают Я решил провести эксперимент на живом человеке Сосед со второго подъезда Зовут Леня, 17 лет Говорю, Лень Ответил бы на несколько вопросов Он говорит, для вас, Геннадий Анатольевич Любой каприз Я говорю, кто такой Зержинский? С нашего района Говорю, не-не-не, Зержинский Исторический персонаж Он, Зержинский Зержинский, это, Зержинский Это что-то с оружием связано Говорю, а точней Уж не он ли автомат Калашникова придумал? Я говорю, Леня, пока вам все мимо Давай попроще Кто такой Шварценеггер? Он говорит, то ли терминатор, то ли губернатор Говорю, ну это уже ближе Жюль Верн Он говорит, знаю Жареные грибы в чашечках Мы были в ресторане Батя говорит официанту Неси четыре Жюль Верна на всю семью Я говорю, Паганини Несъедобные грибы Я говорю, Леня Ладно Какие знаешь океаны? Он говорит, а он шо, не один? Я говорю, нет Ну вы начните, а я подтянусь Я говорю, ну подтягивайся Тихий Он, громкий Я говорю, индийский он, чай? Я говорю, ладно Какие планеты знаешь? Он говорит, с планетами проще Планеты Какие я знаю? Какие я знаю? В смысле, не я Я говорю, ты, какие знаешь планеты? Он, Луна Я говорю, хорошо Допустим Еще он Так, Луну я назвал, значит Луна Это Марс Я говорю, с ума сошел? Это же шоколадный батончик Он лоханулся, что-то я не подумал Конечно, Марс это шоколадный батон Марс некий В общем, Геннадий Анатольевич Пока только Луна Я говорю, Лень, а как ты думаешь Луна крутится вокруг Солнца? Или Солнце крутится вокруг Луны? Он говорит, Геннадий Анатольевич Сейчас такие времена Кто как может, так и крутится Я говорю, что такое абзац? Он говорит, удивление Я говорю, а сильное удивление? Полный абзац Говорю, Лень, у меня от тебя Полный абзац Он говорит, Геннадий Анатольевич Вы меня извините, у меня что, голова в мусорное ведро? Мне нафига это все знать? Зачем мне все это знать? Понимаешь Если мне что-то надо знать конкретное Я загуглю, выгуглю, отгуглю и буду знать Я говорю, понял тебя Последний вопрос, иди домой Кто эти люди? Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Пушкин и Лермонтон Так поэты Я говорю, уверен он? Да, все шестеро Я написал комментарий У поэтов судьба непростая Думал Леха по кличке Гнедой Хорошо, что я книг не читаю Потому я всегда молодой Но Прежде чем расстаться Он говорит, а я могу листик с собой забрать этот? Я говорю, тебе зачем? Надо Я говорю, ну бери Встречаемся через пару-тройку дней Он говорит, Геннадий Анатольевич, я в шокусе Я своей бабуле А ей 72 Загадал все эти вопросы Подряд И она не гуглясь На всю ответила с первого раза И ни разу не ошиблась Я говорю, ба В чем фишка? Я говорю, в чем секрет? Он говорит, никакого секрета внучек нет Просто я училась в обычной советской школе Аплодисменты Уааа Уаа! Волосы русы, глаза карие, нос прямой, одет в красный свитер. Приметы запомнил, так что сына из садика заберу. Здравствуйте, товарищ милиционер. Иванов, протрезвел? Не совсем. И пора уже запомнить, не милиционер, а полицейский. И не товарищ, а господин, господин полицейский. О, как! А я не понимаю, мне теперь что, вот здороваться или сразу кланяться надо? Не ёрничай, Иванов. Лучше рассказывай, что вы натворили. И только всю правду мы всё равно узнаем. Сначала? Сначала. Ага. Значит, собрались мы выпить. Кто это мы? Кузин, Жужин и я. Так. Ну и... Выпили. Ага. Потом добавили. Так. Потом добавили. Хорошо. Не, хорошо стало после третий. Хе-хе-хе. Вот. А потом добавили. Что ты заладил всё? Добавили, добавили. Я тебе срок добавлю. Давай по существу. Ну, я думал, вас интересует вся сюжетная линия. Давай сразу кульминацию. Значит, следующие два дня я пропускаю? СМЕХАЕТСЯ На утро третьего дня я вышел на балкон. Так. О, покурить. Перегнулся через перилы из десятого этажа. Как и... Иваново! Но не разбился. СМЕХАЕТСЯ Отпружинил от дыливых верёвок и меня зашвырнуло на чей-то балкон. СМЕХАЕТСЯ Ну, я подумал, что я у себя дома. Ну, и пошёл исполнять супружеский долг. СМЕХАЕТСЯ Исполнил? Ну, как? Лёг к предполагаемой супруге под бочок. Так. Ну, и... Хе-хе-хе-хе-хе. Уснул. СМЕХАЕТСЯ Дальше. Ну, дальше проснулся от того, что предполагаемая супруга орала нечеловеческим голосом гражданина Карапетяна. Карапи... Да? Карапетяна. Трия. СМЕХАЕТСЯ Я ещё подумал, а чё это у моей жены волос на голове меньше, чем на груди? СМЕХАЕТСЯ И так говорю, устала Настенька. СМЕХАЕТСЯ Поспи, родная. Отдохни. Смокнул её в лысину и отошёл. СМЕХАЕТСЯ Ну и что Карапетян? А, Карапетян упал в обморок. СМЕХАЕТСЯ А ты? А я подумал, что супруга уснула и пошёл искать кузина Зюзина. СМЕХАЕТСЯ Нашёл? СМЕХАЕТСЯ Нашёл. Ну, мы и добавили... Давай сразу развязку. А, значит, следующие три дня я тоже пропускаю. СМЕХАЕТСЯ На утро пятого дня... Пятого. ...мы услышали во дворе какой-то крик. Так. Ну, мы туда. А там? А там. Посреди двора стоит бабка. Так. Смотрит куда-то вверх и орёт так, как будто ей... Ну, апостол Павел не открывает. СМЕХАЕТСЯ Ну, а что там наверху? Да, там наверху дерево. Ага. На дереве, что характерно, ветки. Ага. А на ветках листья, да? А вот и нет. СМЕХАЕТСЯ На ветках кот, который туда от этой бабки сбежал. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-ай. СМЕХАЕТСЯ Начальник, ну, мы же тимуровцы. Мы же решили помочь. И тут Кузин, оп, башка светлая. И Лизюзин, подожди. Я их путаю. Они, когда выпьют, у них морли одинаковые. Они и так-то близнецы. Однояйцевые? Да, нет, я не видел. Так, Влад, что там твой этот кузин Зюзин? Вот, кузин логически предположил, что если кот держится за ветку когтями, ему эти когти сперить, он обязательно упадет вниз. И побежал домой за ножницами. Но ножницов не нашел, поэтому притаранил дробовик. Чего? Ну, дробовик. Ну? Ну и пойду. Что с котом? Ой, он хоть и промахнулся, но с котом случился полный апкокалипсис. Дальше, дальше. И вот тогда кузин, или Зюзин, подожди, неважно, он логически предположил, что мы были с котом слишком холодны. Что если отнесись к нему теплее, он обязательно спустится вниз. И развел по дереву костерку. Зачем? Ну как, он логически предположил, что если кота как следует прогреть, он обязательно отпустит когти, чтобы лапкой вытирать пот со лба. Ну и что кот? Кот обливался потом, но лапок не отпускал. И тогда мы решили сбивать кота бабкой. И зашвырнули туда бабку. Бабка не была против? Не, ну она орала что-то. Немнятное что-то. Нечленораздельное. Это как, это нечленораздельное? Почему? Так у ее челюсть-то вставная, в костре сгорела. Так бабка что, упала в костер? Да бог с тобой, начальник. Она пыталась этот костер через эту челюсть задуть. Так, вы туда зашвырнули бабку. И что? Ну и как ожидалось, кот упал в натянутый нами презент. Ну? Но теперь заорала бабка. И тогда мы решили уже наоборот сбивать бабку котом. Она поймает его двумя руками, отпустится и упадет вниз. И мы зашвырнули туда кота. Ня-ня-ня. Поймала? Поймала. Но не упала. А повисла вниз головой, зацепившись за ветку двумя задними лапками на вроде летучей мыши. Падать вниз отказывалась, как не уговаривал ее кот. Что было дальше? Дальше было принято коллегиальное решение. Это дерево спилить. Спилить? Спилили? Спилили. Где бабка? В больнице с переломами. Где кот? В больнице с переломами. Где кузин и зюзин? А вот кузин и зюзин в больнице с переломами. Они что, тоже на дереве сидели, что ли? Да не, ну как ты не понимаешь? Это дерево на нас упало, на троих. А ты почему вся? Не поверишь, начальник, счастливчик я. Везунчик. Счастливчик, значит. Везунчик, это точно. Собирайся, Иванов, там к тебе на свидание пришли. Что, бабка? Нет. А, кузин и зюзин? Нет. Кот? Нет. А тогда кто? Гражданин Карапетян. А зачем? Ну уж не знаю, что там у вас с ним было. Но он пришел с цветами и шампанским. С шампанским это хорошо. Вот там и добавим. Так, иди. Я не хочу, Крапетян. Иди, иди, иди. Я Крапетян. Да, иди, иди. Не хочу, я Крапетян не хочу. Ну просто детский сад какой-то, а? Детский сад. Детский сад. Ю! В тридевятом царстве в тридесятом государстве за семью морями, за семью долами жила-была девица-красавица. И звали ее Василиса Прекрасная. И было у нее Ой! Два развода, три гражданских брака, радикулит и зацелованная до дыр в фотографии Стаса Михайлова. И если честно, и красавицей она уже не была. А девицей-то и подавно. И было ей сорок пять. И была она ягодка. И все эту ягодку трогали, надкусывали, только жрать никто не хотел. И фамилию она давно уже поменяла. Да замужество было прекрасное. А замуж второй раз вышла, сразу стала премудрая. И вот стою я перед вами. Сказочная баба в кокошнике. И честно, говорю, девочки, поверьте, нет в сказках нормальных мужиков. Я знаю, о чем я говорю. Взять хотя бы этого Ивана-дурака. Я-то думала, что дурак это его фамилия, а он и по жизни такой. Взял ипотеку под 3,9%. Дурак дураком или этот с носом своим Буратино по паспорту Буратинян. Нет, только познакомились, он сразу целоваться полез. Я чуть кутузовым не стала. Ой, то ли дело карабас-барабас. Вот уж мужчина видный, солидный, при деньгах. А борода ну просто сказка. Я в него даже влюбилась. А он мне в первую брачную ночь говорит, знаешь, девица, должен тебе признаться, я только с виду карабас-барабас. А вообще-то по жизни я кончитавурс. Да что там говорить, мне вообще с женихами не везет. На даче комара убила. А это князь Гведон свататься прилетал. Дала объявление на сайте знакомств. Мол, девица, красавица ждет своей светлой счастливой любви. Писать по адресу Василиса собака мужика хочу сил точка нет. Сразу королевич Елисей прискакал. Я говорю, ты-то зачем прискакал, у тебя вроде невеста есть. Он говорит, да в гробу я ее видал. Ой, девочки, что говорить. С кем только не встречалась. И с чебурашкой. Маленький, такой, лопаучий. Везде со своим крокодилом ходил. крокодил. Я-то по наивности думала, что крокодил это его друг. Оказалось, что крокодил это его мать. Баба-яга потом с кощем бессмертным познакомила. Ну, который над златом чахнул. До тех пор, пока я его на шопинг не раскрутила. Восемь часов в магазинах. Он говорит, ну, я, конечно, девица бессмертный, но с твоими магазинами я чувствую, что скоро сдохну. Ой, да что говорить, старичок, одним словом. Старички, это не мое. Взять хотя бы этого старика Хатабыча. Ой, а что только не обещал. И рассветы, и туманы. Говорит, вот чего не пожелаешь, девица? Я волосок из-за бороды выдерну, трах тебе, скажу, все у тебя будет, что ты хочешь. Но я стала перечислять. Три дня и три ночи перечисляла. Он сидел, слушал, кивал. Потом говорит, да ну тебя нафиг, взял и побрился. А тут, девочки, сон мне страшный приснился. приснилось мне, что пришло ко мне чудо-юдо. Волосы в разные стороны торчат, глаза горят, и мне таким хриплым голосом говорит, давай, девица, будем с тобою жить. Я говорю, тьфу на тебя, тьфу, сгинь, сгинь от меня, джигурда. Так что вот, девочки, я сама о сказочных героях не мечтаю и вам советую. Я давно уже мечтаю о крепком русском мужике с нормальным простым русским именем Вексельберг. А то вот так вот выйдешь замуж за принца. Один день ты принцесса, а потом 50 лет золушка. Так что, девочки, давайте будем ценить то, что имеем. И поверьте, наша жизнь сразу превратится в волшебную сказку. Вот некоторые считают, что жизнь это театр, а мне иногда кажется, что жизнь это цирк. Три раза находила свое счастье и три раза с ним разводилась. Помню, по молодости влюбилась в артиста Гешу. Меня подруга познакомила, она с ним по телефону разговаривала, щепнула, это мужчина твоей мечты и сунула мне трубку. Ну, договорились встретиться у метро. Я его спрашиваю, а как я вас узнаю? Он говорит, я брюнет. брюнет. Я говорю, а глаза? Он говорит, есть. Я говорю, а я буду в модной шляпке, рост 170, вес 63 килограмма. Он говорит, а я буду в кепочке с весами и рулеткой. СМЕХ Ну, я пришла, вся такая модная, знаешь, платье новое надела, прическу себе сделала, челку, один глаз вперед смотрящий, второй под челкой, как бы в засаде. А у него глаза такие большие, и они так ласково смотрят друг на друга. И он мне, ну что, как говорят пуговицы, оторвемся? Ну, сели в кафе отрываться. Я спрашиваю, а вы холостой? Он говорит, я боевой. Спортсмен, могу упасть и отжаться. Я говорю, а я могу только упасть. А он так вкратчиво, а вы по козерогу кто? Я говорю, по козерогу? Я, наверное, гороскоп. А он вдруг ни с того ни с сего, а ребеночка в честь моего дяди назовем Кузей. Я говорю, прекрасно, тогда я буду Кузькина мать. Потом посмотрела на него, он говорил, ой, какие у вас красивые часики с камушками. Он так небрежно, сваровский. Я говорю, да, я думала, вы купили. Ну, вот так, слово за слово, вроде как, любовь. Но через какое-то время стало уставать от его сюрпризов. То вдруг решил, что он вегетарианец. И мне сразу задание, приготовь морковные котлеты. Я говорю, а отбивные из укропа не хочешь? Потом смотрю, через какое-то время мясо ест. Я говорю, что ж ты мясо ешь? Ты же вегетарианец. Он говорит, а я пощусь. То вдруг начал изучать китайский язык. Я говорю, почему китайский, учи английский, нет китайский. Я говорю, ну как, по-китайски будет очень хорошо. Он говорит, осень колоссов. Потом просто злить меня начал, купил какую-то сковородку для своих диетических блюд. И главное, меня спрашивают, как узнаешь, что сковородка нагрелась до определенной температуры? Я говорю, а ты лизни. А из-за чего окончательно развелись, ехали через какую-то деревню. Геша был за рулем и не вписался в поворот. Влетел прям в какую-то избу, а там бабка на печи сидит. Так Геша как ни в чем не бывала. Как проехать на Москву? Бабка ему говорит, сынок, прям через кухню, хреначно. Ой, думаю, нет. Не хочу, не хочу артиста, хочу домашнего, ласкового. Встретила. Очень даже домашний. Игорек. Ага, среда обитания рядом с холодильником. Говорю своей подружке Таньке, у меня Игорек не курит, не пьет, не бабник. Танька говорит, а он у тебя не дурачок? Ну, поначалу следили друг за дружкой. Он рюмочку выпьет, я говорю, ой, по глазам вижу, что ты пил. А он мне говорит, а я по бокам вижу, что ты ела. Ну, поначалу все было хорошо. Потом обнаружила один минус. Игорек был жутко ревнивый. Он ревностью весь в свою мамулю пошел. Та вдовой вышла замуж за бухгалтера и просто извела его своей ревностью. Бухгалтеря кричит, развод! Она говорит, никаких разводов. Вдовой взял, вдовой оставишь. И второй минус. Игорек был маменькиным сынком. Она его все время против меня настраивала. Как-то слышал, она его спрашивает, где ты ее нашел? Он говорит, мы познакомились под фонарем. Она говорит, ты что? Фонарь не работал. Поехали с ним отдыхать в Прибалтику. Пограничник спрашивает, оружие, наркотики есть? Он говорит, не знаю, меня мама собирала. Думаю, все, не хочу домашнего, хочу умного. Встретила умного Рому. Он мне сразу каверзный вопрос задал. В каком году вы окончили школу? Я говорю, если вы хотите узнать, сколько мне лет, то имейте в виду, что у женщин возраста не бывает, только износ и амортизация. Рома никого не похожий был. Даже по телефону вместо Алёна говорил, отробы. Рифмой владел. Мне стихи написал. Говорят, что в 45 баба-ягодка опять. А тебе 41, ты же баба-мандарин. Я ему тоже в ответ элегию посвятила. И на груди его могучий три волоска казались кучей. Но вот беда, к рюмочке стал прикладываться. В Турции с ним отдыхали, он с рюмкой не расставался. Я ему говорю, ну что ты ходишь? Все время с рюмкой в руке. Люди подумают, что ты алкаш. А он мне говорит, не волнуйся, дорогая, я всем объясняю, что несу тебе. Я говорю, мне нужны внимание и уход. Понятно? Он говорит, понятно. Внимание, я ухожу. Ну что ж, любовь учит нас прощать. Так что прощай, милый. И только с возрастом поняла, что можно было и не разводиться. Один муж был красивый, другой ревнивый. У третьего любимый праздник был День строителя. Все время из себя что-то строил. А идеального так и не нашла. А потому что идеальных-то, наверное, не бывает. Ой, а развод, это же путь к одиночеству. Ну что такое муж без жены? Это как дуб без дятла. А жена без мужа это как блоха без собаки. Конечно, мужчинам проще. Мужская философия какая? Если до 30 лет не женился, в 60 еще рано. Дорогие мои мужчины, хотя с возрастом секс заменяется кряхтением, некоторым мужьям даже целоваться лень. А я вам так скажу, мужики, да не заглядывайтесь вы на красавиц. Ищите адекватных. Надо ценить то, что есть. Как говорят в народе, лучше целлюлит в руках, чем силикон по телевизору. Поэтому жрите дружно и любите друг друга. Подумал я написать картину из древней греческой мифологии. Ты знаешь, все написал. Написал Парнас, написал уже, так сказать, Ручей, написал, так сказать, Олимп. Но нету главной героини. Обнаженная, молодая, нимфа с одухотворенным лицом возлежит возле этого Да нет, я давал объявление и в газету давал объявление, но пока никто. Может быть, у тебя на примете кто-нибудь есть. Гарик, я умоляю тебя, молодая, красивая нимфа. Хорошо. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Я к вам по объявлению. Простите, по какому? Ну, по тому самому. по газетному. А точнее? Точнее, пожалуйста. В левом верхнем углу газеты большими печатными буквами черным по белому. Нет, я имею в виду, что именно было в газете? Ой, в газете бы завернут беляш с мясом. Мясо так, себе одно название. Нет, я имею в виду, что там было написано. Да что ты вот знаешь, там было написано. Этот билет под руком взял и потек. Устроил тебе критические дни. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ познакомилась. А я думаю, я о чем хуже. Нет, вы знаете, голубушка, мне, конечно, требуется, но мне требуется женщина. Так я ж не против. АПЛОДИСМЕНТЫ Между прочим, в этом что-то есть, а? Такая русская женщина, коня нас как у вас становится. Нет, коня не пробовала, врать не буду, а вот кобеля запросто. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня не заскулишь. Вы не поняли, я имею в виду фразу. Ой, сразу я не согласна. Я имею в виду типаж. Ти шо? Ну хорошо, ладно, Ладно, голубушка, тогда, тогда давайте начнем все сначала. Сначала? Да. Ну давайте, я к вам пообъявляю. Ой, я прошу вас, я прошу, про беляш больше ни слова. Поставьте свои сумки, они вам мешают. Ой, хорошо, что напомнили. Я ж к вам не с пустыми руками, тут копченая курочка, а тут, чтоб не в сухонятку. Простите, но нужно соблюдать какие-то культурные нормы. Соблюдем. Ай, мне три раза по 200, и норма. Нет, я говорю о правилах. Ой, какие к черту правила, как норму примешь? Простите, вы вообще когда-нибудь работали в этой области? Ой, где только не работала, и в этой, и в магаданской, даже бранд занесло. И всюду пасировали? Обижаете, чтоб я паразитировала? Да никогда, но впрочем, не везде. Ну хорошо, но вы хотя бы знаете, что от вас требуется? Догадываюсь, что и обычно в таких случаях. Прекрасно, ну что ж, тогда раздевайтесь. Что так сразу? А культурная программа? Женщина, ну я же должен вас рассмотреть. Ох, этого не советую. Почему? Мой стриптиз на каждого второго действует как наркоз. Подождите, да как же мне тогда вас оценить? Ох, отлично, а давайте как на рынке, живым весом. Хотите объемом? Послушайте, ну я уже не могу, я хочу работать. Давайте, давайте скорее приступим к делу. Ай, ну к телу-то к телу. А в чем разговор? Вырубай свет. Как вырубай свет? Как по-вашему, я в темноте своей кистью попаду в мольбек? Этак мы можем измазать по литру. Да, можем смазать и по литру, и по два. А-а-а-а-а-а-а-а-а! Вы женщины незаурядные. Вы ошибаетесь. Я такая зарядная, такая энергайзер. Ну все, давайте, давайте скорее работать. Только попрошу без извращений. Вы что, шутите? Не шучу. С извращениями меня вообще не остановишь. Женщина, ну хватит, хватит уже. Давайте, я хочу рассмотреть ваш профиль. У-у-у, это смотрел в каком месте? Хорошо, станьте, пожалуйста, полубоком. А как это? К полу и бокам? Ну хорошо, хорошо, давайте начнем. Так, ага, 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 ого, ого. Ага, ну что ж, все прекрасно. А только с головой какой-то непорядок. У кого непорядок? Это у тебя непорядок. У меня два высших образования. ПТУ и сем-классов. Женщина, ну вы хотите работать или нет? Ну конечно, хотите. Ну вы хотите, чтобы у нас что-то получилось? Да. Все, тогда я прошу вас, анимейте и окаменейте. Ну знаете, мне это уже не нравится. Почему, женщина? Вы, вы должны стать как изваяния. О, вам что, покойники нравятся? Вы хотите ворх там этих извоняний, видимо, не видел? Женщина, я прошу вас замолчать. Станьте просто трупом. Вы знаете, лучше я пойду. Но простите, вы же хотели. Уже не хочу. Но вы же... Знаете что? Маньяк. А? Сексуальный. Да. Насилую. А? Мой маленький, маленький, баю-баюшки, баю. Где же носит мать твою? Люсичка, Люсичка. Ой, Таня. Тихо, мама, тихо. Танюшка, я еле тебя догнала, еле нашла. Но мать тебя, Танюшка, везде найдет. Мать родная по запаху последу найдет. Мама, вы как охотник уже последу ищите. Мама, ну, мы для чего разъехались, а? Я просил вас оставить нашу семью в покое. Оставить в покое? В покое нам, Танечка. Только снится. То, что я тебе сейчас скажу, Танечка, доченька моя, тебе кроме матери никто не скажет. Поняла? Никто. Никто тебе не скажет. Почему? А почему? А потому что я мать твоя. Мать твоя, Таня. Ты кроме матери, тебе никто не скажет. Я мать твоя, Таня. Мама. Ну что, мама? Мы для чего с вами разъехались? Для чего? Скажите, для чего? Для чего? Нет, вы скажите, для чего. Нет, скажите, вы для чего? Я скажу, мама. Для того, чтобы каждый мама жил в своей жизни. Какой жизнью? Жизнь у нас доченька одна. И прожить ее нужно с матерью, чтобы не было больно. Мама! Что мама? С вами на одной территории никто не уживется и не выживет. Ой. Ой-ой-ой, заговорила. Выживают кошки и собаки зимой. А мы, слава богу, ничего, хлеб жуем. Все нормально у нас. Поняла, доча моя? Так что уж не надо ничего говорить. Вот мне интересно, где выживает сейчас наша старшая моя сестра Валя с кошками и собаками. И где она сейчас хлеб жует? Ой, как заговорила. И где она жует? И где? Ну где? Вы скажите, где? Ну ты скажи мне. Нет, скажите вы, где? Где? Нет, где, мама? Где? 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 Да нигде. Вот именно. Нигде, мама. Ну почему? Почему? Сказать почему? Ну скажи почему. А потому, мама, что вы их жизнь личную разрушили, все искали-вали мужа. Ну, так ведь нашла же. Нашла же. И где этот муж? Ну где, скажи мне. Ну вы скажите, где? Ну ты скажи, где? Нет, где? Вы скажите, где? Да ты скажи мне, где? Нет, вы скажите, где? Да уж ты скажи мне, где? Где-где? Где? 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 В Караганде. Вот именно, мама. От вас все Валины мужья в Караганду уезжали, а их было пятеро. Да и с катертью им дорога, милая моя. В Караганду не уехали. Подумаешь, зато Валька-то со мной живет. Но с матерью со своей. А ей уже 47 лет, мама. И ей надо подумать о своей жизни. О матери сначала думать надо, Таня. Поняла? О матери. А уже потом о себе. Да, 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 да. Да, мама. Вы лучше знаете, кому мозги компостируют? Кому? Своему Филиппу Филипповичу. Месяц уже телевизор на балконе смотрит, есть не просит. Чем это вам Филипп Филиппович не угодил? Я не понимаю. Он же заместо отца был с Валей. Заместо кого? Заместо отца. Заместо кого он был? Заместо кого? Ну я хочу... Кому, Филипп Филиппович, вместо кого? За место он был. Кому? Вместо? Вместо кого он? Кому? Кому за место он вместо? Кому вместо? Скажите вы, кому вместо Филипп? Что ты меня путаешь? Вместо кого? Кому Филипп? Лосик-лосик. Вместо. Тесто. Вот вылитый Агафон. Вылитый Агафон. Батюшки. Батюшки. И отец мой нашелся. Оказывается, Агафон зовут. Ой, ну надо же. А я все думала, кто мой отец. Вот мы и проговорились. Ну скажите-ка мне, кто мой отец? Кто твой отец? Кто мой отец? А вот кто мой отец? Твой отец? Твой отец? Твой отец? Кто мой отец? Твой отец кто? Отец мой кто? Кто мой отец? Холодец. Вы уже совсем мама что ли? Чего что ли? Совсем уже. Я тебе на полном серьезе говорю. На холодильнике установка холодец он работал. Да. Однажды фура застряла, он с тушами был. Но потом, слава богу, фура оттаяла, и он с тушами ушел в лес. Туши нашли, его нет. С вами мама вообще никто не хочет сообщаться. Никто. Ой, да кто никто. А шехтеры. А что тебе шехтеры? Лев. Софа. Софа. Ну и что? Милые люди, чем вам шехтеры, соседи не угодили? А чем мне шехтер не угодили? А чем они вам не угодили? А чем не угодили? А они уже на работу с четвертого этажа по веревке спускаются, лишь бы с вами мама не общаться. Шехтеры, они в цирке работают, им положено по веревке спускаться. Тоже мне говоришь. Так что все нормально, все хорошо. Ну, чего ты? Они же в цирке работают. Для вас, мамам, все плохие. И все циркачи для вас. Мать виновата, что весь подъезд дураков и циркачей живет. Все дураки, мама, а вы одна умная. Да, я умная. А вы умная. А все дураки? А все дураки. Вот все вокруг дураки. Все дураки, мать умная, да. И Валера мой дурак. И Валера твой дурак. Дурак необтесанный. Козел без ушей. Мама. Да, мама. Вы меня вынудили. Я сейчас ему наберу открытый текст. Там передам ваш текст. Не надо туда смотреть. Как так? Не надо туда смотреть. Это я, Валер. Валер. Меня мама просто уже полтора часа. Мурыжит, оскорбляет тебя, Валера. Уже два с половиной часа. Меня мурыжит, а тебя оскорбляет, Валер. Где-где? В парке нашла нас с Лесиком. Да. Валера. Что? Да ты что, Валер? Так и передать. Вот слово в слово передать. Без купюр. Валера, ты знаешь, я передам. Спасибо тебе, Валер. Да, вот за правду спасибо. Ну что, мама, передать нам, что он сказал, Валера, или набрать его вы сами подговорите? Да не надо, передай. А я передам. Что он сказал? Мама, он так и сказал. Ну. Если еще раз гавкнет или мяукнет в сторону нашей семьи, я спущу ее с 17 этажа без веревки и без страховки. Так и сказал. И знаете, что добавил, мама? Что он добавил? Добавлять? Добавляй. А я добавлю, мой. Добавлю. А он так и сказал. Я, говорит, два раза отсидел и третий раз отсижу. Причем третий раз буду сидеть с удовольствием. А я тебе, Таня, так скажу. Валерка твой хороший мужик. Не мужик, а золото. Я думаю так. Если Валерка сказал, значит сделал. Дарить надо Валерке любовь и радость давать. А я скажу так. Все от бабы в этой жизни зависит. Мама, вот после этого, мама, я вас вообще не видеть, не слышать не хочу. Лесик, покатили. Баба самое главное в семье. Слушай, Альберт, как хорошо, что мы с тобой опять вместе выступаем. Я думаю, у нас получится классный номер. Да. А главное, мы ведь друг к другу подходим. Вот ты кто по гороскопу? Я Рак. Тогда я пиво. И по гороскопу подходим. Только это, давай микрофонами поменяемся, а то что-то не то, да? Да, чуть неудобно. Давай обратно поменяемся, а то что-то мне высоких маловато. А мне низких не хватает. Круто. Будем с тобой вместе работать, вместе отдыхать. Вот ты во что больше любишь играть? В волейбол или в баскетбол? Да мне все равно, хоть в волейбол, хоть в баскетбол. Ну, потому что я могу быть только мячом. Посмотри, какой прыгучий. Да, мяч суперский. Слушай, мяч, а ты до корзин-то допрыгнешь? Не уверен. Да, накрылся наш баскетбол. Ну, ничего, будем ходить купаться. О, давай. Только я это, не умею. Не боись. Я знаю место, там мелко. Мне по шею. А, забыла. Ты ж маленький. Что ты хочешь сказать маленький? Между прочим, маленьким быть лучше, чем большим. Вот я, например, могу ездить в маршрутке стоя, а ты только лежа. На крыше. Зато я, если мне к колбу прицепить антенну, смогу работать телевышкой. А если наголовно хлопучить торшер, то ты будешь работать маяком. Да хоть бы и так. Мы высокие везде на расхват. Ой, люди ценят чувство юмора. А до тебя, наверное, шутки доходят, как до жирафа. Нормально доходит. А мы сейчас проверим. Заходит как-то длинный в ателье. Высокий. Длинный. Высокий. 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 Ладно, длинный. Ладно, высокий. И ему говорят, мы сейчас вас будем мерить сантиметром. Он говорит, меня мерить сантиметром? Это неделя на две работы. Я же говорю, как до жирафа доходит. Да у тебя просто шутки мелкие, короткие. Прям как ты сам. Да про нас про маленьких сказка есть. Дюймовочка. Дюймовочка. Или давай не видеть мелкого. Или давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Или маленькая жена. Пум-пум-пум. Маленькая жена. Кто мне расскажет, кто покажет, где она, где она. Пум-пум. Альберт, а я про тебя еще одну песню знаю. Давай. Маленькой, аленькой, холодной зимой. Пам-пам. Из лесу, аленьку, взяли мы домой. Ну, и все. Да ты, шпала говорящая, да про тебя вообще ни одной песни нет. Ну, как-то нет. Вот. А я по шпалам опять по шпалам иду домой по привычке. И все. Нет, не все. Вот еще. Я тучи разведу руками. А я лужи разгоню ногами. Альберт, лужи, это, конечно, прекрасно. Но для артиста важен профессиональный рост. Вот у меня рост профессиональный. Все, что я делаю, это высоко. А у тебя что? Так низкий жанр. Зато широкие возможности. Я артист выдающийся. Посмотри, как я выдаюсь. Я во всем выдаюсь. Ну, а ты что? Скелет в ботинках. Да ты вообще на пляже даже тень не отбрасываешь. Мал еще судить о высоком искусстве. Тебе нужно есть какую-нибудь растишку. Так я ел. И че ж не вырос. Это я вырос? Ты еще меня до не видела. А тебе надо есть низишку. Понятно? И все-таки я считаю, что высокой быть лучше. Вот представь, что я яблоня. Да легко. Ха. Ну смотри. И как же ты достанешь яблоко? А я... А я эту яблоню потрясу. Ствол погну, ветки поломаю, с корнями вырву. Понятно? Ну, понятно. Что, получается? Не получается. Ну, на. А я, если честно, всю жизнь мечтал быть высоким. А я всю жизнь мечтала быть маленькой. Знаешь, как нам длинным тяжело. Да ладно, высоким. Да ладно, длинным. Всю жизнь головой люстры сбиваю, потолки царапаю. А в хрущевке я вообще хожу только в каске, чтобы головой потолок не пробить. А вам маленьким можно и без каски. Это потому, что нас не жалко? О! Правильно. Нужно есть яблоки. В них витамины, и ты обязательно вырастешь. Да, ты тоже ешь. Тебе тоже не помешает. Рост уменьшится. Не-не. Кости укрепятся. Не так будет больно головой стукаться. Знаешь, Аня, а ведь на самом деле нет ничего невозможного. А давай как-нибудь попробуем воплотить наши мечты в жизнь. Я стану высоким, ты маленький. Давай? Хм. Угу. Давай. Надевай! Знаешь, Аня, я, если честно, передумал. Я принимаю себя таким, какой я есть. Ты уверен? Да. На все сто. Альберт, а номер-то мы уже показали. Ого, а выходит, что так. АПЛОДИСМЕНТЫ Тут как-то по телеку моду показывали. Дефиле. Не видели никогда? Не. Будто где-то по ГОСТ разрыли, оттуда скелеты повылазили и под музыку машируют. АПЛОДИСМЕНТЫ Правильно назвали, кстати, Дефиле. Так и охота крикнуть их. Дефиле! Одни маслы торчат. Пес сидел, облизывался, столько костей сразу. Тут моя Надюха говорит, я мечтаю быть такой же, как они. Я аж голубцом подавился. Я говорю, Надя, не вздумай. Я что, извращенец, жить супружеской жизнью черенком от лопаты. Ну где это видно, чтобы живая баба 40 килограммов весила? У меня собака 50 весит. Женщина должна соответствовать масштабам страны. Вот Франция, страна мелкая, баба мелкая. У нас страна необъятная, бабы такие. У нашей бабы все есть. И уральские горы. Ну а сзади огромные. За Байкалье. С нашей бабой мужик чувствует себя покорителем великих просторов. У моей до сих пор есть места, где я еще не бывал. В журнале там глянцем. Зима в итальянском стиле. И девка стоит лыбиться. Мини-юбка, декольте, до пупа. Я говорю, ты у нас в Сибири так погулять. Тебе под эту мини-юбку снег наметет полные трусы. Замучишься выгребать. А муж тебя еще на ночь солью посыпет, чтобы не поскользнуться при исполнении супружеского долга. Ну шо мы на них смотрим? Наши бабы самые лучшие. Ну шо их не замухрык? Ручки-прутики, ножки-веточки. Моей Надьки в купок крикнешь оттуда эхо. Наша баба как море. В ней купаться можно. Прыгнул и качайся на волнах. Главное забуйки держи, чтобы не снесло. Наша баба это русское поле. Там пахать не перепахать. Бывает так на паше, скажу, плуг сгибается. Моей на огороде картошку выкопать даже лопаты не надо. У ней левая рука совковая, правая штыковая. А две вместе сжигающие экскаватор. Рекламу, смотри, вот там этот заморыш в облах в юбке диктует. Дониссимо. Легкое облако творожка. Нежные сливки с кусочками фруктов. Изысканное лакомство. И всего 60 калорий. На отечественном телевидении должна сидеть нормальная баба. Красивая, как моя Надька, говорит, свинессимо. Легкое облако сала. Нежные кусочки рульки, плавающие в холодце с пельменями. Изысканное лакомство. И всего 6000 калорий. Нам их модные закидоны не подходят. Вот решила моя Надюха сделать пирсинг пупка. Пирсингист не смог пробить. Там слой красоты 20 сантиметров. Только дрель сломал. Но я даже брови не повел. А это мода пошла. Брюки носить так, чтобы животик был виден. Моя нарядила животик навис над брюками, как козырек над подъездом. Кто ж пошел там детский сад спрятаться вместе с воспитателем? А стринги? Это издевательство над русской бабой. Взять наши отечественные трусы. Все надежно прикрыто со всех сторон. Враг не пройдет граница на замке. А стринги? Это проходной двор. А главное, не нашим бабам не подходят эти стринги. Это все равно, что донести два арбуза одним шнурком. Я говорю, нам их мода не подходит. Записалась моя Надька на танец живота. Тренерша показала, как крутить этим животом. Зря показала. Маяк, как запустил этот свой маятник смерти, люди по залу летали, как кегли. Мы, главное, уже домой приехали. Живот по инерции еще ходил туда-сюда два часа. Стены соседям долбил. У нас двушка была, теперь студия. А это мода пошла. Собачек мелких с собой таскать. Видали, сидит такой кабыздох под мышкой тявкает. Моя говорит, хочу такую. Я говорю, Надя, тебе-то собачек как блоха. Тебе покрупнее надо. Доноси нашего волкодава. А этих собак их же наряжают в одежку всякую собачачью. Моя притащила волкодава в собачий магазин, ничего не налезла. Она не растерялась, нарядила ее в тещин халат. А я дома не понял, что это собака. Думаю, что это Лидия Эдуардовна под диван? Залезла и кость грызет. А еще Надюха моя. Разыскала в интернете новая мулька, сейчас за границей. Девушка ложится на стол, они еду раскладывают, как на столе. Моя говорит, хочу так же. Ну, я накрыл поляну. Купок борща налил в кастрюлю. Колбасы нарезал сало, картошки нажарил. Жрал целую неделю. Вся бригада с работы приходила обедать. Сели только с одной ладошки. Остальное стол сам себя доел. Слава тебе, Господи. В общем, девочки, женщины, бабоньки, вы наши самые лучшие, самые красивые. Хочется сказать вам стихами, но в стихах я не очень. Поэтому пусть мне поможет Николай Алексеевич Некрасов. Есть женщины в русских селениях с великой душою святой. И нафиг нам запад растленный, где бабы поют с бородой. И пусть заграничные жабы корячатся на дефиле, родные российские бабы. Прекрасней вас нет на земле. Спасибо. Представляете, вот такая блондинка из анекдота купила себе компьютер. Для нее же это атомный реактор. Это центр управления полетом. Долбанный ноутбук. Писюк позорный. Ну что, все включила, все нажала, что ты не работаешь. Ну я не помню, что надо делать, чтобы ты завелся. Сам вспомни. У тебя же память 500 гектаров. Жесткий диск, 100 квадратных литров. Мне все Серега объяснял, когда устанавливал. Хотя нет, литр же не может быть квадратный. Он же прямоугольный. Ну пакет же с молоком прямоугольный. Он Серега, гад, наврал, а я повелась. А потом еще бросил меня жабюк пупырчатый. Ой, включился. Алло, Анжел. Слушай, он тут пишет, осторожно, угроза вируса. Ну что, морлевую повязку надеть или просто руки помыть? Так я опять не помню, что куда нажимала. Да ладно, главное, работает. Идиот, еще раз так сделаешь, я тебя гаечным ключом разберу. Что в тебя сегодня такое написать? Сегодня идет целый день дождь. На улице ноль градусов. Насколько я помню из геометрии, это как раз температура, при которой кипит лед. И сегодня мне приснился классный сон, как будто бы Джонни Депп ехал мимо моего дома, и у него сломался москвич. А я вся такая в прозрачном пеньюаре, умею ремонтировать автомобили. Починила ему тормозную жидкость, надула колеса. А потом меня спросила, как тебя зовут? А я ничего не могла ответить, потому что опухли губы, потому что я же ему надула 4 колеса из заказки. Алло, Анжел. Слушай, я с этим компом вообще запарилась. Ну, слушай, если он слова подчеркивает, что делать, чтобы не подчеркивал? Ну, вот он Джонни Депп подчеркивает, предлагает Деппо и Репа. Ну, что, ему самому в Репп, что ли, дать? Ага, он весь такой, типа, грамотный, а я такая, типа, лохиня. А я не лохиня, я богиня. Вчера себе талию измеряла, знаешь? Сколько? 54. Как у твоей сестры шея. Привет ей, кстати. Ну, вот, дорогой мой дневничок. Дорогой мой дневничок, Джонни Деппа я видала только во сне. А Серегу, который комп устанавливал, в гробу и белых тапочках. Видела его вчера с новой дурой. Не знаю, что он мне нашел. Ножки такие тоненькие, кривые, как будто их из тюбика кто-то выдавил. Мохнатые такие. Издалека видно, что с одной ногой она как-то справилась, а на другой у нее заклинило и пилят. Ну, вообще, нисколечко не ревную. Дай им бог обоим счастья. В пятницу я была на показе моды. Одежки так себе, зато вообще вся тусовка приехала. Ну, прям все-все. Киркоров. Такой здоровый, прям такой крупный болгарский перец. Руки как у экскаватора, глаза как у поезда. Лена Воробей спутала его со входом, прошла у него между ног. У Наташи Королевой декольте было спереди, а у Бори Моисеева сзади. А Рината Литвинова приехала в такой прозрачной юбке на босу-попу. А Пугачева вышла из машины, распахнула шубу, и оттуда выпорхнул Галкин. Ну, потом, потом был банкет, мы с Наташкой просочились, ну, сунули кому-то 500 рублей, не помню, кому, кажется, шифрину. И что-то я там такое съела. Колбаску какую-то недоношенную. Короче, меня прям на скорую увезли в больницу. Куда, блин, в родильное отделение? Доктор такой странный чел. Говорит, соньте себе два пальца в рот. Я говорю, с какой стати? Тогда он взял и сунул мне пять своих. Потом еще глотала шланг, а назад он выходить не хотел. У меня за него четыре часа водили по коридору, пока он не вышел. А еще на прошлой неделе была в театре. Давали какую-то пьесу, не помню, как называется. Ой, в общем, там негр душил тетку за измену. И все время спрашивал, ты перед сном молилась, дрозофила? Ну, все, дорогой медленничок, написал, что хотел, теперь пойду красить волосы в черный цвет. Потому что нас, блондинок, в институт не принимают. Считают, что у нас тип низкие интеллектуональные способности. А я все, все прекрасно помню. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетеров. Две параллельные прямые никогда не пересекутся, потому что частица одной прямой отталкивает от себя, частица другой. А тело, погруженное в жидкость, всегда всплывает брюхом вверх. Вспомнила? Так, куда бы сохранить файл? Алло, Анжел. Блин, опять автоответчик включила. Коза драная. Небось, опять не этот анаболик пришел. Борец со штангой. Ну да, два сапога пара. У него лицо тазиком не прикроешь, и у нее ни кожа, ни рожа, одна лосинка на голове. Блин, это же я вот ответчик наговорила. Ну ладно, компьютер, куда бы сохранить файл? Куда предлагаешь? В корзину? В корзину так в корзину. Там самая оптималенькая температура. До встречи, дорогой мой дневничок. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok